Я миллионер На свай! Смотрите обстановку Итак, я в аэропорту Внуково Реально очень удобно, что открыли станцию метро И просто с Зеленограда С Ховрина добрался до Внукова Получил билет И вот так я выгляжу У меня кеды здесь еще Вода, еще один кед И еле уложился багаж Ровно был 10 килограмм Как всегда, победа самый жесткий лоукостер Утро Я в Самарканде добрался Победа, конечно, это жестко Сейчас говорить тяжело Поменял деньги на самые И какая-то странная остановка Остановка с автобусами Они почему-то здесь не останавливались Мне таксисты сказали Я прошел 200 метров Дошел до остановки Показал водитель точку, куда мне надо Он сказал, садись, я бесплатно довезу И довез Было 3,5 километра Остался километр Вот сейчас иду по улице Шахерезады До хостела Подустал он на самом деле жестко Но почти дошел Да, я в Самарканде, Узбекистан Это для меня 27-я страна Забыл сказать, билет на Победу стоил 6800 с багажом Еле-еле уложился В общем, сейчас поспал Погода сегодня портится Вчера было плюс 20 Сегодня было плюс 13 Завтра уже будет плюс 1 И снежок немножко будет Вот, любуемся достопримечательностями Идем до центра Итак, первое подкрепление Это беляш с мясом Один стоит 5000 сом Я не знаю Пока еще не ориентируюсь в ценах Два беляша, но меньше 100 рублей Ну, в общем, сегодня дождь Я вчера простыл Ну, на самом деле, до этого простыл Но вечером был ветер И холодно было Вот такой вот хостел На троих комнатах Вот еще два узбека мужичка живут Жесткие Ну, у них своя культура, что-то сказать Стоило 70 тысяч сом Это 512 рублей Так что, ну, с подселением, без подселения Wi-Fi слабенький Условия такие себе Ну, сойдет Так что, вот, сейчас в ближайшие два дня будет дождь Самое обидное, вчера я потерял наушники Мне сейчас тяжело монтировать Катаюсь без музыки Просто не выспался Пошел снимать блогинг И карман у меня был большой И в нем были и наушники, и экшн-камеры Доставал экшн-камеру И в какой-то момент потерял наушники Так как я был не выспавшийся И не сфокусированный Я потерял наушники В общем, я гнал до Family Park И по дороге вот здесь рынок Чуть-чуть фруктов взял Тут, кстати, они валяются По панку вот взял еще две морковки Такая вот мозаика сцеровская На ней залип Рынок, как я и хотел Чем дальше от центра города, тем лучше Потому что я вчера в центре города шел И банантов стоили 22 тысячи Здесь 15 Прикольно, что в торговом центре есть ледовая арена И тут все залипают Как очень искусственный лед В общем, взял сим-карту Урсель 22 гига на месяц Плюс безлимитные звонки Стоило 300 тысяч сом Это 4 рублей, наверное, 250 Так что вполне доступно теперь на связи Итак, сзади этого магаза Family Park Такая вот Пизанская башня И это аквапарк Интересное решение Правда, что-то подшатали Походу подлецы хотели просочиться Сегодня вообще лень снимать Минус 3 и снег Люди на самом деле радуются Снежки лепят И у них очень короткое время, когда снег выпадает В общем, интересное место Олимпийский стадион Посмотреть в каком состоянии Это почти центр города Заброшен Такой вот прикол Даже асфальта нормального нет И все в камушках Ходил, бродил и набрел На Самаркандский Олимпийский стадион Реально тут вот для метания Молота походу И такой достаточно неплохой стадиончик Вот сейчас гуляю по территории Вообще интересно Есть какие-то эскидспоты Ну и просто интересно Такие места посещать Как жесткому спортику Стадион неплохой Но на камере не видно Но флаги стоило бы поменять Они уже все растрепались Дальше стадион Я сканировал обстановку И возвращаюсь по дороге домой И смотрю О, Афросиапа Это у меня на районе Думаю, надо по этой дороге пройти И по итогу Там строят мост И нельзя было пройти Я смотрю, пешая тропинка есть По ней спустился Поднялся И вот такая обстановка Сейчас сканируем Так что мало чего будет видно Но это одна из достопримечательностей Самарканта И там вот еще карта Самарканта И шелковый путь Итак, я миллионер В общем обменял Сегодня второй раз деньги Первый раз обменял в аэропорту 50 евро мне вышло тогда 640 тысяч Сейчас 50 евро вышло 670 тысяч Плюс у меня еще были Рубли И в общем вышел миллион двести Что-то такое Так что вот так выглядит Миллион Узбекских сом Ну вообще сегодня занялся Всеми вопросами Чтобы потом не на что не отвлекаться Купил в общем сегодня наушники За 25 тысяч сом Это 200 рублей Может 200 с копейками Надеюсь мне хватит их до конца путешествия Да, кстати Я не знаю почему Но вот Мусульмане, азиаты, кавказцы любят На свай Это видимо ихняя тема Кто не знает можете загуглить Что это такое Птичий кал Вместе с Кусочками Стекла Такая вот движуха Пацанам нравится Чем не закидываться Я ни разу не пробовал И не особо хочется Вы слышите это? На самом деле Сегодня Либо у знакомых Кто в хостеле остается Либо просто заселились ребята У них Одного день рождения Меня угостили И пловом И тортом И вот они даже празднуют Такие вот дела И наконец-то Кстати в комнате я один Вот впервые За 4 дня Ну вот это После вчерашнего Соседа Я так и думал Что в будни Особо тут никого не будет Плюс сейчас погода еще плохая А вот С пятницы По воскресенье Заселялись Итак Очередной день В Узбекистане Вчера сыпанулось Сегодня медленно Начинает таять Иду в обсерваторий Чисто посмотреть обстановку Ход стоит сотку Но пацан жмется Я так посмотрел видео В целом там Прикольно Я наконец догнал До обсерватории Мерзового Узбека Здесь кстати все почищено Достаточно Супку катать не буду По-любому Шатанут Так что вот этот пацан Вообще шарит Что по планету Что вообще происходит Ну в общем Поднялся я вверх по лестнице И там сразу касса Я так просто мельком посмотрел Я говорю Да не У меня нет денег Охраннички на сваем Закинулись И вот На этом в принципе Сканировка обсерватория Завершена Ну там что Внутри немножко Есть вот этих планет Выщет Я так посмотрел По видосам Так просто Хотелось посмотреть Содочку паду Был тратить Итак Сейчас идем узнавать Обстановку По автовокзалу Как добраться До Ташкента Еще что по корам Ко мне поселили Типов Которые давно Уже в хостеле Тусуются Вдвоем Они просто Полночи не спят И днем я ухожу Там в два В три Они спят Потом просыпаются Залипают в телефон И кушают И опять спят У Челов Утром еще телефон Звучит Чтобы не помолились Это просто сладец Зачем пацаны Пригнали У Самарканда Вообще непонятно Идеальное времяпрепровождение Просто на диване И иногда еще Играют в компик Вот эти жесткие игроки У них Легкий перерыв Пацан кадры качает И монтирует видео Времяпрепровождение У каждого разное Итак Я на автовокзале Который находится Возле аэропорта Вон в аэропорте Здесь автовокзал И вот Можно до Алматы Доехать Из Марканда Ташкент 48 тысяч сом Ну и по 500 рублей Стоит Никого нет Все закрыто Хотя бы есть Номер телефона И Надо позвонить Узнать И вообще Ни одного Автобуса нету Но Вообще Не Автобусы ходят Утром В 6-7 утра Отходят И вот Надо Звонить и узнавать В такая обстановка Ну нормально Кстати Флет Можно Дождь пощелкать А это Сиопская река Сделают только Набережную А там Афросиабы И вот Там я тогда Ходил по ночи Прикольное место Дорогу еще Не доделали Мост А с той стороны Уже более цивилизованная Тут уже и райончик Сделали Времени нет Просто Через Тоже на дороге Переходить Потому что Гоню до ЖД Вокзала Узнать Сколько стоит ЖД билет Вот кстати Здесь обменник И походу Можно обменять Деньги Сюнинпэй Карты Мир Но сегодня Воскресенье Банк не работает Так что Написано Вообще Что Под санкциями Но все равно Где-то можно Поменять Деньги Так Я на ЖД вокзале Самарканта Узнал Сколько стоит билет Единственное место Одно Осталось Сидячее Стоит 85 тысяч Типа 850 рублей Сидячка 4 часа С половиной Идет Поезд Но время 4.30 Выезжаешь И 8 вечера То есть Не туда и не сюда Надо принимать решение Покупать сейчас Или потом У меня с собой нету денег 50 тысяч Надо 85 А плацкарта Ночь Стоит 130 Ну то есть 1300 Такая еще тема Что на автобусе Сейчас плохая погода На перевале Можно встрять Такая вот обстановка Вот буду решать Что делать Впервые кстати Проехал На трамвае Как раз было удобно От ЖД вокзала 2000 сон Стоит так же проезд Но ничего Пойдет Рамайка Трамвай В общем я На автовокзале Узулбек Надеюсь правильно Произнес Это недалеко От моего района Где я В пустыре живу Там Обсерваторий И Подошел Спросил Расписание автобусов Они говорят Каждые 15 минут Останавливаются Набираются Народ Едет дальше Сколько стоит Они говорят Восемнадцать Я говорю Как Вроде же Сорок восемь Он такой А нет Шестьдесят Все Понятно Надо торговаться Время 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 7.25 утра И Мне надо Добраться До Автовокзала За 40 минут Чтобы я успел На автобус Вчера Договорился Сегодня опять Начинается снег В Самарканде Нет погоды И Гоняю В Ташкент Там должно Быть плюс 6 Сегодня В Самарканде Плюс 2 Пока еду Смотрю Что вообще есть Но реально Дофига спотов Вот например Один из них Не самый идеальный Но Неплохо По шарбану Можно в Бенгчер Сделать По грани Надо раскатывать Тут же Неплохой Флэток Там дальше Споты На самом деле Реально очень много Спотов И в инстаграме Местных Вообще почти Ничего не было Сверху шел Думал Спот Но его Видимо Только Деконструируют И вот Грань кинковая Подъезда Пока нет Езда тоже нет И Походу Будет много Грани И в эту сторону И там Еще тоже Посерьезнее Кстати Здесь по городу Такие вот Офигенные Мусорки И зацинковки И Можно по-любому Где-то выставить И покатать Но здесь Не очень Но По-любому Где-нибудь Можно это сделать Двигаемся далее И Здесь Фонтан Самарканд Виолончель Музеем Грамтеатр Здесь Такие вот Грани Но Здесь плохой Флет Вот эта грань Немножко раскатана И чел Финнскейтер В своем видосе Ее брал Но слайд делал Тут уезд Ужасный На видео Все казалось Получше Здесь есть Вот такой бассейн Но покрытие Вот это еще более-менее Там камушки жесткие Я не знаю Только на ультра Ультра здоровых колесах А так Приколоться Можно на самом деле Издали думал Что Кинковые грани хорошие Но Тут дофига сколов И они острые Так что Не знаю Ну может что-то Здесь можно придумать Типа полухи-пиджампы Какие-то Такие вот Они все острые Ну вот это кстати Прикольная тема Как раз Плюсы зимы Что Фонтаны Все на реконструкции На ремонте Такой Спот на самом деле Не простой Но что-то можно Поугарать Ну в общем Я что-то особо Спотов не встретил Здесь на театре Но зимой Пока фонтан не работает Можно вот Бонги поделать И то там Будка Возможно Офранники выгонят И здесь еще покрытие Не особо ровное Ступени жесткие Что могу сказать Попрыгиваю тут Ступени Конечно Инстаграм Ничего не буду выкладывать Все что ли сделал Никто не выгнал Идеальный спот С идеальным подъездом Идеальный уезд Немножко перила мешает Но ездит Но спот очень крутой В ту сторону Есть еще и перила И после нее Еще Четыре ступеньки Это Отделение универа Какого-то Так я На одном из центровых спотов Самарканда В памяти Конфуцию И здесь походу Еще универ И самая офигенная Его часть Вот здесь Вот такая вот Мануалка Низкая на заходе Можно и В скат зайти Что-то придумать И вот такой есть дробь В одну сторону С идеальным мрамором И в другую сторону Кстати в эту сторону Мне больше понравилось Но здесь походу Охраннички еще сидят Могут выгнать И восьмерик идеально По обстановке Начал катать на этом мануале И вышли охраннички И забоялись Как всегда За мою жизнь Я ударил себя Два раза по голове Говорю Ничего не будет Потом они меня Выгоняли Выгоняли Говорят Заслатал ты Катайся И вот Еле снял трючок Фейки Вон эти Манул Ноус манул И на инстаграм Ноус манул Ноус манул стал Вообще Вон эти Манул Будет позже В общем Сейчас еще немножко дождь Пошел И там уже Начало проскальзывать Спот офигенный Но выгоняют Но выгоняют И хорошо Что я еле-еле договорился И что у меня есть Какой-то материал Сегодня три трюка снял Было офигенно А вот сам Конфуция И тут три блока Вообще Человый Но уезд не очень Кривоватый И пацаны Катаются В снег В дождь Вот под этой Под этим навесом Крыши С этой Или с этой стороны Такой на самом деле Многофункциональный спот Там еще немножко Есть ступенек Ну здесь тоже Четвериклайтовый Пацаны В сомен катаются Вот здесь Лифт запрыгивает На бордюр Гранька раскатана Более-менее Кстати не такая чильная Как на видео Вот И Три ступенечки И нижняя Тоже немножко Подшоркана Единственная проблема Что мне не нравится Что Пыльновато И приходится Все время Наждачку Очищать Что мы имеем Family Park И здесь Стоит Копакола Парк Он походу Год назад Появился Градиус Более-менее Но тут прикол Что все Натыкано И мало места Бокс Немножко Немножко Зашоркан Здесь уже Начинается Прикола Кстати Вот железки Какие-то Торчат уголочки Пикник Тейбл В принципе Нормальный Вот Немножко Пошоркали его Но здесь Вылет Вообще Какой-то Дурацкий То есть Без разгона Ты со стены Либо оттуда Как должен Разогнаться Вот это Вообще Просто смех Очень короткий Стол И Перилы Просто Я не знаю Для чего А здесь Наоборот С той разгонки Кикер Стол И четыре Еще длинных Ступеньки Надо прям Реально быть Джампером Чтобы пролететь И причем Что парк В эту сторону Наклон То есть Более рационально Было бы Перевернуть фигуру Тогда было проще А так Я думаю Это почти невозможно Далее Перила Перила Рабочая Пацаны Поэтому ее Обкатали Вот эта Аптичка Чтобы набирать Скорость Типа Мини Рампа С Большим Столом Прямым И тут Уже Вздуло Потому что Походу Воды Много Находится Здесь Еще один Кник Тейбл И Разгонка Такой Кока-Кола Парк Находится На окраине города Так мы продвигаемся Далее Я вот еще Вначале Там заметил Перилы Фромированные Там Был стык На подъезде Здесь Все четко Перила Шесть ступенек Офигенно Только Разгона Не так много Здесь Либо Надо Что-то Подкладывать И вот Перила Под правую Сторону И Под левую Сторону Не знаю Мусорка Двигается Или нет Скорее всего Двигается Когда мусорка Двигается Вот Вот Акционочка В Пекистане Сунор Данки 400 тысяч Сум Кампуса 550 Я поменял 50 евро В аэропорту Мне вышло 640 Сум Когда снимал Кратенький Обзор Парка Думал Почему фигуры Не катаны Вроде он стоит Это единственный Скейтпарк Самарканте Мне ребят Сказали Что его Официально Не открыли И вот Он просто Стоит Поэтому Такая обстановка Я не знаю Хотел сегодня Ворваться На нелегальном Но здесь Ничего не высохло Никто ничего Не чистит Так что Еще Дня 3 Наверное Будет сохнуть Успели Я покататься А через 3 дня Как раз Будет еще дождь В общем Что по обстановке Этого спота Он офигенный Но здесь стоят тачки И то Долго ждал Пока тачка отъедет Мужичок Немножко Сдвинул ее Но все равно Геометрия Смотрите какая И плюс Вот этот бордюр Очень сильно Отвлекает То есть Мне прям сложно Кто-то может Быстрые ножки делать Мне прям сложно Приходится подщелкивать Так перила Легкая Вообще То есть На нее падать Даже не страшно Можно дофига чего Сделать Но мне Пришлось потратить 40 минут Привык к подъезду И я еле-еле сделал Бортик только А так перил Офиген Там Короче Есть офигенные перила По-моему В 9 ступенек Хорошо смотрится Но там Будка охранника И сегодня Там плитку выгружают Постоянно Какие-то Разгрузки идут Так что Тестим Не всегда Все получается То есть У каждого Спот свое время Плюс еще В одного Представьте Ходить на стритовые перилы Наконец-то Потеплело Вот там Видно Еще остатки Солнышка Сегодня Плюс 4 Местные скитеры Сказали Что они не будут Кататься В ближайшую неделю Хотя Передают Плюс 6 Плюс 8 Материал будет мало Я сегодня Промучился на Бенге Не смог снять Фикфлип На свитчблант И сейчас Садись с аккумулятора Иду Заново домой За кумами Тоже Что оба кума села Итак По обстановке Сегодня Я ждал автобус Час Со своего района Чтоб доехать До центра города И Не дождался Прошелся пешком Итого Вот такой вот Спотик Между Центровым спотом Сквером Китайским сквером И Тем сквером Здесь есть Такой отель Наверное Выгоняют Но грани офигенные Под всякие бортики И В наклон Вот такая вот грань Также Можно и в эту сторону Через дорогу Что-то попробовать сделать И там тоже есть Наклон Грань Спот реально Очень крутой Но Наверное Приходить Либо вечером Либо быстро Делать руки Двигаемся далее Здесь Видимо Не заделали Спот Такой вот бетон В принципе Рабочий Бордюр И вот такой вот Гэп Реально крутой Можно и Ноусбонги Например делать И фаспленты И там вот Кстати Кикерочек Еще есть Можно и Запрыгнуть сюда Все еще В идеале Запрыгнул Проехался И щелкнул И там еще Перила В 7 ступенек Тоже хорошее Ну Наверное Здесь тоже Будут быстро гонять Хотя с гэпа Наверное И можно А что я на Вот этот спот Офигенное Перила В 4 ступеньки Ну Напишай В целом Смотрится Но Здесь такая вот Ямочка На подъезде В целом Ничего Но сегодня Вот здесь Мокрое И тачка Стоит Проходим От отеля В сквер Забыл Как он называется И это Второй позначимость Центровой спот То есть просто Навес И мрамор Идеальный И все Ну Пацаны В том году Ставили перил Где делали перил Спросил В этом году И нет Флойтовой перил Так что Вот такая Обстановка Через дорогу От стадиона Есть Вот такие Три блока Офигенные В принципе Под левую Под правую Сторон Есть разгон Полиглот Полиграфия И что такое С 8 до 8 Работает Ну и Кикер И с той стороны Тоже есть И можно Попробовать Летануть Вбок И Идеальный Асфальт Идеальный Бетон на уезде Так что Офигенный Спот Либо можно Просто не долетая Вбок С той или С той стороны Сканируем Дальше Ну в общем Точно места сказать Не могу Возле аквапарка Это музыкальная школа Походу Или что-то с музыкой Связано Здесь Вот такие грани С левой И с правой стороны Но Здесь подъезда Нет У нас колото В целом Напрячься Скруглить ее И Можно какие-нибудь Слайдики поделать Ну заедать будет Там посередине Скол Сейчас пройдем дальше Просканируем Ну в общем Вот там частный Детский сад Или частная Детская школа А здесь Бомжи живут Ой Вонище жесткого И У меня привлекло Внимание Вот такая вот Кинка Разгона мало Но Она реальная И Вот это более Реальная Тут уже меньше Уезда То есть Ну и плитка Немножко Выпирает В целом Подъезд Перила по колено На заходе По колено И Схода маловато Конечно Но если здесь жить Я бы точно Заморочился И Попробовал взять Все-таки Кинковые перилы По колено На заходе Это вообще Редкость Ехал Увидел Нефункционирующий Аквапарк И он походу При отеле Так что Хэппи чайлд Или при ресторане И Захотелось Конечно же В нем покататься Так что Летом Единственный стимул Кто хочет Снимите Вот в этом отеле Номер В аквапарке Чтобы покататься Хоть на чем-нибудь Перила вроде реальная Ну и горочка Такая прикольная Может что-то и работает Вон там цены написаны Теннис Один час Десять тысяч Волейбол Один час Тридцатка Биллиард Двадцатка В общем такая история Связался с челом Который в Ташкенте Спросил сколько стоит У них наждак У них онлайн скейтшоп есть Он сказал Что-то с 65 тысяч сом Это что-то Типа оно Рублей 450 500 Что-то такое Я решил Реально поменять наждак Потому что я взял Впритык Ну вот По две новые доски Чего наждака Потому что это просто Не цепляет И Что уж экономить На здоровье 500 рублей Раз уж пацан Спонсируемый Надо вкладываться Хотя бы на наждачку Аэропорт в километре И здесь Вот есть такая Перила Можно прыгнуть Через перила Чуть выше колена Офигенно смотрится Очень красиво Ну подъезд нормальный Единственное Вот здесь немножко Надо будет подщелкнуть Легче подложить Чтобы не мешало Ну и вот Какой-нибудь там Алясик или фронтсайдик Будет офигенно Офигенно Далее Самаркандский Довлад Университет Академик Лицей Офигенный Спот Единственное Вот здесь Водосток Мешает Правда Сделана Грань Не очень Но Как бы можно было Дизастер Летануть Такое ощущение Что бэмеры летали Вот два скола Чисто под пэги Чего как будто Дэзи хотел И шарануло его Так же Достойный Гэп Единственная Плитка На уезде Но Гэп офигенный Ну Надо Сход Немножко Подделывать Конечно Надо Сток Убрать Мне кажется Он так Подшатывается Можно его Подпишет Либо Оливбэнк Было бы Вообще Офигенно А вот здесь Кстати Немножко Лайтовый Гэп Двигаемся Далее Здесь Вот такой В принципе Хороший Подъезд И такой Офигенный Гэп Смотрится Очень красиво Таких Три блока И Вот здесь Вот такой Как бы Роуд Гэп С идеальным Уездом Единственное Что здесь Машина На уезде Центр плова Дальше В конце Этого здания Или в начале Смотрим С какой стороны Недостроенный Спот Грани Мраморная С этой стороны Тоже Подбортики Пока Конечно Не заделали Эту покупку Не знаю Может кому-то И пригодится Как спотик Либо здесь Как-то чинкнуть Бонгом В общем Не знаю Как это место Описать Просто В километре От вокзала По трамвайным путям Здесь На самом деле Есть такие спотики Но Они больше Наверное По воскресеньям Работают Я по дороге Кстати Нашел Бэнк Кто умеет Прикалываться Такой Конечно Абразивный С той стороны Тоже есть Бэнк И Вот я еще Направляюсь На крышу Чтобы из крыши Дропнуть Она чуть дальше Так что Такая обстановка Любое действие Которое ты делаешь Вызывает интерес Надоело Просто Когда я выхожу С доской Просто Я как будто Как космонавт По улице Все смотрят Так дальше Вы же в районе Будете ехать По-любому Видите И вот Одна перила Есть Офигенная Вверх На дорогу Либо с дороги И сюда Наверное С этой стороны Более рабочая С этой стороны Мало подъезд Наверное Все-таки С дороги Можно подъехать Для тех Кто владеет Контролем Офигенно Ну вот Либо ждать Пока Бутик Закроется Не знаю Смени Наверное И вот Крутые споты На самом деле Ей нравится Но Нужно Прямо здесь Жить Либо подбирать Моменты Знать Этот спот Но он крутой Согласитесь Чуть дальше Следующий спот Это Дорихона Тека Короче Спот Офигенный Но Вы видите Я вот Сейчас Сфальва Снимаю Хочу Вольнее Сделать Первый Но Эта Часть Вообще Жиденькая Офигенный Спот Но Он Супер Жидкий То есть Он Офигенный Спора Нет Но Тоненький Материал Он Прям Здесь Нормальная Все Короче Из такого Материала Не знаю Получится Или нет Но Хотелось Бить Сделать Вольле Посмотреть Списание Работает Самарканд Шаханов Рудай Кикуча 107 Работает С 8.30 До 0 Короче Спот Офигенный Я хотел Вольле Не разогнаться Вообще Там Надо Прям Пробегать Стараться Стараться Доской И плюс Тут Все Выпаливают Жестко Но Спот Офигенный В общем Такое Здание Недалеко Из-за Был Памятника В общем Такая Грань Тяжелый Подъезд И ест Меня еще С окна Выгнали Сейчас Мужчок Ушел Но Офигенный Спот Надеюсь Еще сегодня Успею Сюда Ворваться Сейчас Делать Иллюзию Что Меня Выгнали Здание Я думаю Когда Сдадут Будут Гонять Так что Сейчас Есть Реально Возможность Я хотя бы Что-то Снял Офигенная Мануалка Просто Показывал Эта вещь И здесь Такие штуки Типа 50 И потом На Узбонг Сделать Офигенно Так что Спот Крутой Единственная Плитка Не очень Но он Офигенный Так что Двигаем Дальше У меня Час Светового Времени Сегодня Два Трючка Снял Я уже Путаюсь Че снимал Че не снимал Вот здесь Есть вот такая Грань С таким Дробчиком На фиша Я думаю Будет смотреться Непростая Вроде бы Мелкая Заходя Но тут Коликол В пролете Ух Слэпи 50 В тринажку Конечно Ничего не буду Выкладывать Все видосе Он меня Потрясывает Как бы Такой Хамердень В одного Нормальная Тема Это Стемнело Я вышел В час Сегодня Не знаю Спотов Наверное И пять Прошел Ну Именно Из тех На которых Снимал Итог В завершение Дня Я хотел Покататься По Вот этой Горочке Прикольно Что Сбоку Есть такая Посередине Есть такая Железка Здесь грязно И Вышел охранник Он там сидит Начал Мне выгонять Я ему говорю Увидите Вообще Все сломано И Как обычно Все боятся За свою работу И за Мое здоровье Боятся люди Чтобы им Сделали выговор И по итогу Договорились Что я могу Кататься Но Наждачка Засоряется Я не хотел Повторять Еще раз Такую же Ошибку Что у меня Засралась Наждачка Просто За три катки